Организация «Солдатские матери» Петербурга обнародовала скандальный видеоролик о неуставных отношениях в одной из воинских частей округа. Старослужащие в грубой форме издеваются над новобранцами. В настоящий момент видеоматериалами заинтересовалась прокуратура. По факту издевательств возбуждено уголовное дело. Однако, как выяснилось позже, на этом нарушения не заканчиваются. Подробности в материале нашего корреспондента Павла Мельника. Главные действующие лица – старший матрос и старшина-контрактник воинской части 33-491. На кадрах этой видеозаписи видно, как старослужащие проводят время после отбоя. Солдаты играют в наездников. Под угрозой расправы новобранцев усаживают на четвереньки, сверху на них залезают деды и начинаются скачки. Следствие установило, за несколько месяцев службы эти солдаты заработали среди сослуживцев непререкаемый авторитет. И, как видно из ролика, из службы они попытались сделать увеселительное мероприятие. И вот нам принесли диск и сказали, посмотрите, что там происходит. Когда я посмотрела, как и вы, наверное, я была в ужасе. Потому что много что знаю, что здесь люди рассказывают, но чтобы так нагло, откровенно попирать друг друга, это вообще чудовищно. По итогам просмотра видеоролика солдатские матери обратились в прокуратуру. Изучив деятельность воинской части, следователи пришли к выводу, что в казармах творится что-то неладное. Претензии к части были и раньше. Теперь список нарушений пополнили неуставные отношения. Лишение свободы максимально от трех до десяти лет. При условии, разумеется, если виновность совершения именно этого преступления будет доказана судом. По имеющейся информации, видеоролик датируется весной 2011 года. Однако известно о случае стало только сейчас. Потерпевшие опасались преследования со стороны сослуживцев. После того, как запись была опубликована в интернете, в адрес правозащитников стали поступать угрозы. Мне позвонил командир и стал угрожать. Кто-то нам заказал вот это вот мое интервью, мою вот эту публикацию. Наверное, я сама вот этот сюжет придумала до видео. Вот, и он подает на меня в суд и вообще хотел со мной встретиться или с адвокатами. В настоящее время один из предполагаемых героев видеоролика уволен из войск. С солдатом в одностороннем порядке расторгли контракт. О судьбе второго наездника также известно немногое. При невыясненных обстоятельствах молодой человек был переведен на службу в Кронштадт. Прокурорам предстоит распутать этот клубок от начала и до конца. Павел Мельник, Дмитрий Гринчак, Хроника происшествий, Петербург.